всем привет друзья приветствую вас на своем канале привет подписчикам и гостям канала сегодня ко мне приехала посылочка с сайта fastech заказывая ее в китайский новый год посылочку нас приехала за 24 дня вот я нахожу с этим не у себя дома потому что моему другу тоже интересно что приехала мои посылочки и снимаем так сказать с его стола давайте приступим к распаковочке какая жирная посылка приехала довольно близко это рейка сразу короче первое первое что приехало у нас точнее то что я достал это у нас ватка 200 листов 50 на 60 да вроде то есть он прям такая пухленькая не до конца жизни конечно хватит но на долго все нормально все как обычно обычно основные листы пол этого занимается полупокорки так следующее что у нас а вот что у нас шуршало это у нас койлы получается 8 видов койлов в общей сложность сколько 48 штук да вроде как раз мне просто было интересно какое у них качество какой металл как они будут жарить откроем да в принципе по каждому виду пройдемся да тут и конечно вообще да у меня были надежда на или вот он какой смотри-ка довольно таки близко все это детальному час чуть-чуть подальше вот такой у нас короче или он в принципе начнил им конечно ну да как бы что хотел сказать по виду то что в принципе ну на станке все хорошо делается но она вот поэтому все это будет пробоваться тестироваться вот ну короче не знаю по всем я так понял это очень долго как бы клептон на плоском кантале как мне кажется возможно да но в принципе чего хочешь сказать то что они все ровненькие аккуратненькие аккуратненькие плюс так это у нас что смотришь микс твистит койл да и сейчас тоже посмотрим так не цепляйся вот такой вот это типа навалистый короче потому что у него видишь короче как параллель когда получается ну да вот так фьюза да кстати то что будет ходовой самую фьюз клептон да что то это не заморачивались да короче намотки угу так подожди на этой же вот оставляю его ох елки палки чуть чуть подальше ага ну ка стоп сфокусируйся такой перекрученный на твисте похоже да перекрученный то есть они не заморачивались при намотке или может он такой есть я что-то даже не знаю честно говоря вот ладно короче с койлами разобрались это все будет тестироваться у нас так вот он кстати радиатор очень интересная вещь в душе тебе он пришел какой-то вот бракованный немного резьбы были довольно плохие да ну кстати что хочу сказать по этому вот так визуально если посмотреть да то все нормально да ну знаешь его лучше накрутить нам да попробовать что-то половит нет фокус вон ты его ой да все нормально угу ну вот можно видеть кстати ну кстати такой прям аккуратненький да ну есть такой есть шпотская здесь небольшая ну это в принципе допустимо о нифига тут и стружка даже есть тут еще все нормально стружка там прямо оставили да мне кстати просто интересно как вам попробуй его да действительно сейчас я батарейку тоже вытащу а то у меня все-таки на 22 пика вот вот мне вообще свой собственный интерес а ну давай наворачивай ну в принципе нормально довольно туго конечно ну вот пим ну не как тот да не как тот уже сразу видно что слушай ну это то же самое получается ну такой же заказ получается вот мой я не знаю какого можешь сравнить приставь тут конечно сточил ну да ну давай-ка еще на камеру есть резьбы вот этот реже короче да а этот твой чуть-чуть подальше ага ну-ка оставь так я сейчас зум сделаю ну да у тебя резьба поаккуратнее угу ну то есть короче ну обычная лотерея да то есть что приехала то приехала так ладно туда поставлю так ну теперь начинается самое интересное а кстати нет пока еще знаешь нет вот это вот вот это вот короче безделушку а такая подстраховка короче для Рексы вдруг что угу ну займи ты пин в хозяйстве он конечно нужен да да в принципе неплохой такой тут видишь пластик получается он черненький внизу угу ну такой аккуратненький я бы сказал проточенный все то есть вот можно даже видеть как бы угу ну добренький ну пока что все радует вроде как пока блин даже даже я удивился радиатор хорошо проточенный то есть все пока пока так что у нас тут еще есть а вот как раз таки забык называется это ну это типа керамического пинцета многофункционального да как раз для парнух самое то прям необходимо вот большой план там фокусы конечно вот вот такой вот красненький взял себе чтобы козы не словить не вводим его это самое ну чтобы держались сами вот керамические надо проверить насадки да я так думаю что он все таки должен быть нормально так так что да конечно ну раз уж мы проверяем все да все как бы нормально просто усилие будет довольно таки приличное вот как раз эту да часть офигенно нужна попробуй он это она схватит кеннеди кеннеди или слишком он мелкий кеннеди на 22 да все есть хватает действует работает ну все ну это могет короче прям тоже радость короче радость так впереди самое главное еще да лучше сейчас гун конечно самая такая ну это у нас бумажка нам кстати тоже нельзя снять конечно ну ладно да вот он теперь гун пошел тут уже остановимся это на втором месте по необходимости прямо замене то что есть вот кстати тут у нас все как как не знаю по традиции что ли синенькие отверстики о ринге запасные винтики и койлы самые обычные ну то есть эта мелочевка это все понятно вот так блин ну она уже все прям при открытии нифига ну смотри какой офигенный прям прям блестит вообще круто конечно гравировки все присутствуют да луна 24 у нас все внизу блин прям смотри как оригинал аккуратненько правда тут немножко две царапинки есть какие то в принципе не критично у нас все видно вот они обдува кстати насчет обдув да что касается обдув ну да ты там говорил тот самый то что 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 то с обдув у тебя то же самое будет угу просто мне интересно на сколько это будет это будет не критично ну скажем отличаться ну обдувы это обдуваем базу сначала смотрю да вот у нас база нашего гуна кстати смотри они прямо вот у них четкое расстояние то есть нет такого что смещены вот эти две между собой близко далеко прям ну круто хороший клон да попался вполне да так так это можно снять с розарина да будет потом я думаю можно но мне это не понадобилось он в принципе нормально ходит вот этот чет ну да сам видишь у одного даже мне кажется он будет маловато ну и тут у нас еще как в топкэп да да это топкэп полностью пластиковый угу он совмещает дриптип здесь ты говорил то что вот в этих да отверстиях не то да 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 посмотрите это вот получается вот мы регулируем немножко в кадр так у нас получается на две спирали по три неправильно стоит вот так поставим это против значит так у нас все три открыты кстати обрати внимание довольно легко все регулируется буквально держась за вот это так вот две всего две у нас два отверстия а вот если мы хотим одно сделать видишь уже вылазит а здесь четко одно перекрывается ну здесь уже начинается да это из-за расстояния ну в принципе это не критично я думаю сначала примерим все остальное кстати мне кажется у тебя как-то полегче вот тот пластиковый ну возможно возможно поудобнее у тебя у меня потуже так ну теперь топ кап ну тоже все сошлось стиленький да он есть короче у меня кое-где иногда фокус я не следил все дырки короче совпадают да есть такая кстати проблемка такая вот небольшая то что вот это небольшая я бы сказал здесь одно остается короче да вот одна дырка на обдук здесь две ну кому это надо в принципе мне я думаю это не будет проблемой как бы не точно не будет вот ну и тут еще проверь как садятся дриптипы дриптип широкий дриптип только да получается остался да его еще так просто не возьмешь не дается да ладно мы сейчас его посадили прям так вот как родной сидит ну вот это вот не 500 не 510 это наподобие кеннедиевского угу так угу ну такой туговато садится конечно потом разработается конечно с жижкой вместе первый раз мы вот но садится все для любителей широких это нормально да все круто что-то прям переди рука не знаю даже вроде нет у меня такие же были первые впечатления уже потом более так скажем ну да внимательно ты можешь кстати отверточкой то это ну хотя ладно в принципе уже необязательно крутить эти винты в базе там я думаю нормально все прям нормально вообще с моря здесь сидит а он не встанет на пику не да не да закрыть аккумулятор так ну все короче с этим сгуном разобрались все круто все у нас идеально можно так сказать 15 минут да и вот теперь короче самое интересное и садится батаре рекса рекса да сначала капитально 200с красивая ну по повреждениям коробки вроде бы ничего такого нету да там каких-то замятий что она не падала не она вообще прям ну да тут небольшие коцыки есть конечно незначительно может быть она и падала но и не значительно да смотри есть там проверка оригинальности раньше фастек удалял вот все есть да скрэч скрэч ну то есть все оригинально проверить можно ну все что аккумулятор не сядет ничего сейчас скажу сколько у меня осталось еще 53 процента фу так ну все раскрываем короче мы рексу 200с а вот она родимая покинет рекса так все запихаем это все отработку почты да вот он короче скрываем вот он аля дэдпул красно-черный свеженький да подожди а ну да немножко какое-то пыли чуть-чуть заводское так скажем так ну все тут у нас вроде как на близком на расстоянии вроде как все у нас без дефектов давай зафиксируем пин нормальный смотри резьбы ну резьбы стандартные вроде как нормально все то есть вроде как сейчас подожди чисто визуально если посмотреть сбоку чтобы я резьбу могу мог на пине да ну ну вроде бы тут по стандарту все нормально сразу охота сказать почему не там две трети и двести то что не нравится короче мне эти крышки не до конца закрывающиеся вот плюс какие-то там модели устаревшие да прошивки уже не подходит вот это какая-то такая знаешь некая сбалансированная версия ну если нужен трехакутный да автономность то есть это да это плюс так все да давай откроем крышку зафиксировали так такая внешняя крышка прям четко да нет зазора так погоди-ка вроде нету зазоров ничего все ну и отлично бывает иногда случается да но мы сейчас с аккумулятором еще попробуем на закрытии вот как она будет с аккумуляторами так ну внутри тоже вроде как все неплохо ну кстати какая-то вон хрень не знаю клей или что это вон видишь все вон видишь ну какая-то осталась надеюсь на контакт это не повлияет вот такая вот небольшая придирка тушевишенная вон внизу да и сверху вон чуть клей какой-то непонятный блин не ну он оттирается как бы все то есть это именно металл идет да да металл весистая крышка ну все видите контакт у нас на пружинах все детство не подержал но да сейчас короче вот вот тебе шоколад заряжен у меня оба заряжены вот лучше ну хочу сказать спасибо в ту камеру лучше то что вот Саня предоставил мой друг два аккумулятора потому что у меня пока только два своих единственных вот аккумуляторы пока еще едут они скорее всего будут на следующей неделе да к субботе вполне вероятно может быть даже завтра если повезет да и вот поэтому ну только ты уже наверное в субботу их не сможешь да я буду в томске поэтому да это может только на следующей неделе скорее всего да сейчас мы короче ее протестируем да так по полярности ну это два минуса наверху у нас не 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 минус сначала да ну да поджим так тоже минус да вот просто она включаясь только с тремя аккумуляторами получается тихо не не лучше шоколад шоколад он тоже жарёшь да он насколько на процентов 80 наверное что ли ну тогда в принципе может быть дисбаланс ну посмотрим как она себя покажет ну дисбаланс он точно будет ну тогда можно было и принципе этот я просто по емкости чтобы они совпадали так все она зажимается вроде там уже экран должен работать если все нормально да работает так сейчас мы смотрим как она закрывается зажал короче черное неправильно встал надо было вместить с черной короче вставлять ее под шоколад подбросить под шоколад о нормально все вот короче можно посмотреть с тремя аккумуляторами как она закрылась у нас крышечка вроде как плотно сидит видно вот с этой стороны тоже ну и все все у нас работает то есть у нас получается все элементы по суке рабочие то есть без каких-то там затертостей царапин ну царапин есть там небольшие на этом на гуни да вроде ну вот а так не критичит все работает все нормалек короче тут я короче ни хрена не знаю что тут куда тыкать ну это у нас фирма контроль три раза наверно так вот все да есть ну в общем в общем это потом отжать сейчас что-нибудь потом короче я сделаю вот эти у нас вариват да потом сделаю отдельный обзор на прошивке то есть как она работает и так далее сколько там максимально 200 сейчас показывает то есть прошивка не последняя ну сейчас посмотрим сколько там покажется ну это не долго ее прошить почему-то батарея показывает что половину только полную а это ну из моего это из моего получается так сколько там я забыл а 60 поставим сейчас короче сразу проверим так где вот он и заодно как он сядет на этот пин аккуратно этот самый есть у тебя кто а возьму ага а то как бы на новые эмоции хороши конечно братья это ну такие мягкие вполне ну да вот вот ну пока что встанет туда кеннеди на 22 старый добрый вот то есть от него уже все после того как я попробую гун мне кажется придется уже избавляться так да вот сейчас самый интересный такой момент вот потому что были проблемки с пинами у рыкс вот и сейчас интересно что у нас будет так а есть это самое что-нибудь потыкать пин да он хоть что возьми на этом кончике да мне просто интересно как он ходит он вообще не да он ходит кстати он прям туговато ходит честно говоря прям такой знаешь пружина какая-то такая мощная там стоит угу вот купил рык чтобы кеннеди на 22 парить так я вот хрен знает короче вот так вот заворачивается но это еще не до конца то есть упора я не почувствовал но сопротивление было это тяжело сказать так сейчас погоди-ка в принципе вот до конца накрутил ну он уже накручен вот мне интересно сейчас что будет короче нет пин короче как стоит вроде вернулся стоит уверенно да все нормально проблемы далеко не у всех есть видишь продавилась только вот эта черная часть которая снизу находится угу под самим пином вокруг вот она продавилась она в принципе везде и на пике тоже продавилась как бы вот то есть ну вроде как все нормально навернул все nochmal так разрешил балк ну как можно видеть срабатывает сразу Плата, вроде как, отрабатывает своё, там, кстати, надо немного подлить на ножишке. Уже всё? Ну, там уже на пределе. Что-то реально это, быстро как-то. Непривычно, да? Да, отрабатывать как-то. И никаких забалансов нету. Странно. Это даблер? Это даблер плюс Omni Flow. Оба тройки, получается. Понятно. Да, купил себе, короче, этого даблера, блин. Ну, короче, что за этот вкус можно сказать. Это Sweet Story, получается. Апельсин, мандарин и что-то там ещё было, да? Ну, короче, мандарин чувствуется, он такой ненавязчивый. Вот, ну, в общем... В общем, всё работает, да? Угу. Подливать, кстати, сейчас аккуратненько, потому что всё-таки... Новое устройство, новый мод. А у меня тут Canon на 22. И можно вот в эти дыры, короче, просто взять и залить. Поэтому аккуратненько. Ну, сейчас этот геморрой с Гуном, он, конечно, закончится. С переходом Гуна. Вот. В Кеннаде можно будет уже всё в сторонку. Так что... Ну, по ощущениям, она же быстрее стартует. Да, быстрее стартует, да. То есть, на пике была всё-таки какая-то задержка. Потому что в паре 60, да? А пика у нас на 75. И получается всё-таки... Работает, блин, не знаю... Ну, почти на пределе. Вот. На... Тут у меня, кстати... Так, ну а сейчас в бой вступает... Накручен. Более тяжёлая артиллерия. Можешь посмотреть. Я, в принципе, уже показывал. Фьюст. На зуме. Ну да, я ещё раз. Вот. Он такой уже, кстати. Скоро, не знаю... Через, может быть... Дни пять можешь поменять его уже всё-таки. Фьюст. Ну, можем... Ты, кстати, Гун сейчас тоже накрути. Ага. Я так понимаю, у нас размеры одинаковые. Вот. Ну ладно, сейчас, короче, наверное, будем закачивать насчёт этой распаковочки. Ну, в общем, всё, что приехало, короче говоря, всё у нас исправное. Вот. То есть, у нас есть такие небольшие там дефекты. То есть, царапинки на вообще незначительных моментах. То есть, допустим, вот здесь снизу. Да, там есть, короче, внизу царапинки, да. Но это абсолютно... Да, их даже не видно. Они будут всегда внизу, ёлки-палки. Да. Короче, за всю посылку можно сказать, что она качественная. Приехала, как я сказал, за 2-4 дня, да? Да. Вот. Потом я, наверное, дома после этого видео сразу скажу такие маленькие придирки, минусы этого заказа. То есть, там будет, не знаю, момента, наверное, 3-4, короче говоря, по этой посылке. Вот. Так что... Так что всё. До дома. Итак, друзья, вот я и дома. После того, как мы распаковали мою посылочку. Вот. Мы, соответственно, ещё и попарили. То есть, всё протестировали. Получается, накручивали радиатор. Как на футчай, так и на мою Рексу. Сравниваю также футчай, прошитый, 213-ый, с моей Рексой, 200С. То есть, разные жижки, разные намотки и так далее. То есть, ну, в принципе, я посылкой очень доволен. Получается, что, в принципе, дефектов... Я вообще не заметил дефектов, кроме вот, как я говорил ранее. То есть, там пару царапин, и то они снизу как бы... Ни о чём, на самом деле. Поэтому всё очень круто. Вот. То есть, что касается самопосылки. Но есть парочка, пара-тройка даже придирок по поводу заказа сайта FastTech. Вот. Так что давайте по пунктам. Короче, я сейчас расскажу. Хочу с вами поделиться этим. Первая придирка. К первой придирке я хочу отнести, что скидка вступила в силу не 25-го числа, как это было указано 25 января. Вот. А она вступила в силу почему-то 24-го числа. То есть, это было днём, насколько я помню. Вот. И если бы, опять же, мой друг мне не сообщил это, потому что он это всё мониторил, то есть, смотрел, следил за этим. Вот. То я бы не узнал об этом, да, и закалал бы 25-го. А все мы хотим, чтобы заказ быстрее оплатить, быстрее сформировать, да, и чтобы быстрее его отправили. Вот. С этим как бы всё понятно. Вот. Именно поэтому спасибо ему. Ну, то есть, я заказал свою посылку 24-го числа вечером. Вот. Это что касается первой придирки или, как можно сказать, минуса, то есть, как угодно. Второй момент. Дело в том, что на сайте FastTech было обозначено, что скидка будет составлять 20%. То есть, как бы, ещё 23-го числа вроде бы не было никаких намёков, что скидка как-то поменяется. Но, по факту, 24-го числа, когда она вступила в силу, да, она почему-то составляла уже 15%. Ну, это опять же придирка, на самом деле, потому что на меня это сильно никак не сказалось. Потому что, если брать даже без скидок с сайтов FastTech что-то заказывать, это всяко будет дешевле, чем покупать в своём городе, там, у кого-то перепокупать, там, и так далее. То есть, это всё очевидно, вы это всё сами знаете, на самом деле. Ну, такая вот, знаете, просто неожиданность, на самом деле, как бы, немножко неприятно, что вот так вот берут и меняют просто буквально за день до, даже за два дня. Вот, что касается третьей придирки. Получается, я оплатил свой заказ 24-го января, и сформировали мне этот заказ на отправку уже где-то числа 10-го февраля. Дело в том, что само по себе долго, да, то есть, формируется заказ довольно-таки долговато. Ну, вы не забывайте, что это китайский Новый год, да, поэтому всё-таки они, как бы, его празднуют, да, и так далее, и всё это собирается не так быстро. Но здесь вытекает ещё одна придирка. Дело в том, что я захотел заказать две дрипки. Одна из них была Loon 24, которую мы сегодня рассмотрели, да, а вторая была Cengen 25 мм, да. И я, на самом деле, не помню, какое там было слово, надпись, да, на моей Cengen 25, но она расшифровывалась так, что, типа, на складе её нету, да, и неизвестно, когда она будет. И мне пришлось просто её вычеркнуть из заказа. Потому что именно она тормозила мой заказ, то есть где-то на полнедели, может быть, ну, где-то так, да. Вот, как бы, вот такие вот придирочки в китайские Новые годы, года, могут быть вот такие вот моменты. Ну, собственно, всё. То есть посылка мне приехала за 2-4 дня. Это, в принципе, очень даже нормальный срок, в принципе, как бы, плюс-минус, там, всякое бывает, там, может быть, на неделю раньше, на неделю, там, ну, позже нет, позже вряд ли. Ну, хотел бы, как бы, с вами этим поделиться. Ещё раз повторюсь то, что посылкой я очень доволен, как бы, потому что, знаете, что касается того же радиатора, да, вот, я не помню, говорил, нет, вот, в предыдущем видео, но моему другу пошёл радиатор, получается, у него резьбы были меньше, чем нужно. И, блин, он просто не накручивался на фучай, причём пин тоже выпирал, его пришлось стачивать. Вот, как бы, блин, просто жёсткие какие-то дефекты были, то есть я больше чем уверен был, что у меня что-то подобное будет, по сути. Ну, я рассказал все эти моменты, да, то есть с вами поделился, сами всё видели, то есть по данной посылочке моей. В общем, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, комментируйте, задавайте вопросы, там, всё это вы прекрасно знаете. И спасибо за просмотр! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok